Здравствуйте, дорогие телезрители, и от всего сердца приветствую вас на программе «Церковь Ковчег». Итак, третье миссионерское путешествие Павла подходило к концу, и он уже приближался к его конечной точке, к городу Иерусалиму. По дороге туда ему снова и снова внушали, что там его ожидают тяжелые страдания. Так сказал в том числе и пророк Агаф, «Если мы внимательно проследим за ходом событий, мы увидим, что между этим пророчеством и его осуществлением есть некая нестыковка». Что в связи с этим можно сказать о пророчествах, а также чего нам ожидать в конце нашей жизни, вы узнаете в нашей программе прямо сейчас. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я рад, что вы сегодня здесь. Сегодня мы обсудим довольно большую главу. Давайте сейчас все вместе встанем. Сейчас мы откроем двадцать первую главу Деяний Святых Апостолов и прочитаем для начала стихи с первого по шестой. «Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Радос и оттуда в Потару. И, найдя корабль, идущий Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там семь дней. Они, по внушению Духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город. А на берегу, преклонив колени, помолились, и, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолимаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были четыре дочери-девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связя в себе руки и ноги, сказал, «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме, иудеи, и придадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, «Что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить Его, то успокоились, сказав, «Да будет воля Господня». После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику Моносону Киприанину. У которого можно было бы нам жить. Аминь. А теперь, пожалуйста, присаживайтесь, дорогие братья и сестры. Давайте разберем этот отрывок из Библии, который я только что прочитал. Дорогие прихожане, 21 глава Деяния является поворотным моментом в служении Павла. В этой главе описывается то, как он и его товарищи уехали от пресвитеров Ефесской церкви и отправились на корабле с несколькими остановками в пути через Средиземное море в Иерусалим. И там, в Иерусалиме, об этом мы поговорим на нашей следующей проповеди, так вот там, в Иерусалиме, римляне арестовали Павла. Это был конец его свободы. С тех пор он больше не мог провозглашать благую весть как свободный человек. С тех пор он стал посланником, связанным узами, посланником Бога. Благодаря этим узам он смог попасть в Рим и предстать перед императором. Из его посланий Тимофею и Титу следует, что он на какое-то время снова получил свободу, посетил Грецию и Крит и еще раз побывал в Малой Азии. Но в любом случае, нам известно, что после его передачи Римской церкви он был казнен мечом при императоре Нероник. Считается, что это произошло одновременно с распятием Петра. И так мы можем видеть, что его визит в Иерусалим, а пути туда я вам только что прочитал, стал важной вехой в его жизни. Три великих миссионерских путешествия Павла, которые мы подробно разобрали, подошли к концу. В нашем сегодняшнем отрывке он находится на последнем этапе своего третьего путешествия и направлялся в Иерусалим. Его миссионерские путешествия подошли к концу. Время основывать новую церкви для него прошло. Теперь он шел дорогой страданий и смерти. И большую часть этого пути он провел в заточении и вузах. Похожее произошло и с Иисусом. Три года он своей верховной властью вершил свои деяния, а после отправился в Иерусалим, где и начался его путь страданий. То же самое произошло и с Павлом. Во время его пути в Иерусалим, Святой Дух снова и снова свидетельствовал ему, что его там ожидают тяжелые страдания. Чуть ранее, в деяниях, мы прочли такие слова. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретятся со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Павел сам почувствовал, что Святой Дух приказал ему отправиться в Иерусалим. А еще Дух Святой открыл другим, что Павла там ждут узы и скорби». Эти слова повторяются и в главе, которую мы читаем сегодня. Когда Павел и его команда достигли Тира, то есть сирийского побережья, с корабля надлежало сложить груз. Поэтому у Павла и его спутников было целых семь дней на то, чтобы навестить местных учеников Иисуса. И когда он встретился с ними, как мы недавно прочли, они по внушению Духа стали говорить ему, чтобы он не ходил в Иерусалим. Похожая ситуация произошла еще раз прямо перед его прибытием в Иерусалим в Кесарии. Это был последний город, в котором он сделал остановку по пути в Иерусалим. Это произошло в доме Филиппа, который был диаконом. Павел и его команда провели несколько дней с Филиппом в Кесарии. А потом из Иудеи пришел пророк Агаф. Он взял в руки пояс Павла. Это был не кожаный пояс, а пояс из ткани. И взяв пояс Павлов и связав себе руки и ноги, он сказал, «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свежут в Иерусалиме, иудеи, и придадут в руки язычников». Ну надо же! Опять то же самое предсказание. То есть Святой Дух говорил ему об этом на протяжении всего его обратного пути. Самой Греции, самого Каринфа, Павел снова и снова слышал о том, что его ждут оковы и скорби. Итак, здесь мы можем видеть предсказание Агава, которое ранее уже предсказал голод в Антиохии. У него на самом деле был дар, пророчество. Но если мы внимательно посмотрим на то, как именно осуществилось его пророчество, об этом мы поговорим на нашей следующей проповеди, но сейчас мы коснемся этого относительно самого пророчества Агавы. Так вот, если мы внимательно посмотрим на то, как именно осуществилось его пророчество, мы заметим, что хоть пророчество Агава в общем и целом исполнилось, но если присмотреться к деталям, все произошло иначе, чем он предсказал. Вы заметили это, когда читали этот отрывок? Между пророчеством и его осуществлением было несколько разнящихся моментов. И это очень интересно. Например, Павла связали не иудеи, как это предсказал Агав, а римляне. Также Павел был передан язычникам не иудеями, как пророчествовал Агав. А это римляне спасли его от иудеев. То есть мы можем видеть в этом пророчестве некоторые нестыковки с реальными событиями. В общем и целом, предсказание Агава сбылось, но отдельные моменты этого предсказания не совпали с тем, что произошло в реальности. И тут, дорогие прихожане, мы можем увидеть указания на то, чем различаются Ветхозаветное и Новозаветное пророчество. Ветхозаветное пророчество характеризовалось тем, что оно было непогрешимо. То, что мы считаем Ветхозаветными пророчествами, было сказано пророками Ветхого Завета. Эти пророчества осуществились досконально и без всяких разногласий. Когда пророки Ветхого Завета делали свои пророчества, они шли напрямую от Бога, и в итоге все происходило слово в слово. Если что-то происходило не так, как предсказывал пророк, по закону, его должны были казниться. Все происходило именно так, как говорил пророк Исаия, Иеремия, Осия, Михей, Даниил, Малахия и многие другие пророки из Ветхого Завета. А это означает, что данные пророчества точно послал им сам Бог. Но потом пророчества такого рода прекратились. И сегодня точное пророчество мы можем найти только в Библии. Все дело в том, что и само послание как таковое, и слова людей, которые передают это послание, дарованы Богом. А вот почему мы и говорим о словесном вдохновении Священного Писания. Или по-другому его можно назвать вербальным вдохновением. У нас есть свой внутренний устав, в котором прописаны основы веры нашей Церкви. Первая глава данной книги посвящена Священному Писанию. В частности, тут сказано, однако, через Священное Писание, также называемое Библией, Бог открывается особым образом, так что люди могут не только достичь общего познания о Боге, которым, например, относятся познания о природе, но также узнать о спасении и о вечной жизни. А вот, кстати, этот свод правил. И далее я прочитаю вам еще одну интересную выдержку. тут сказано, мы верим, что Библия в буквальном смысле была вдохновлена Святым Духом и поэтому является непогрешимым Словом Божиим, даже несмотря на то, что она была написана людьми. Об этом нам известно из второго послания к Тимофею, то есть это сказано в самом Священном Писании. Знание о том, что Священное Писание было вдохновлено словами, заставляет нас сегодня относиться к Нему довольно критически. Обладая этим знанием, мы становимся фундаменталистами. Но какой смысл будет в том, если мы начнем философствовать на эту тему? Если мы будем философствовать о том, что в Библии от Святого Духа, а что не от Святого Духа, о том, что там истина и о том, что там ложно. Мы считаем, что Библия целиком и полностью истина. Либо же целиком ложно это выбирать вам. По нашему мнению, не может быть так, чтобы в ней были и истина, и ложь. И каждый сам должен был решать, что от Бога, а что нет. Нет. Мы сами следуем постулатам Священного Писания. Мы следуем тому, что сказал наш Господь Иисус Христос, и считаем, что Библия от Адая была дарована нам Святым Духом. Каждое ее слово было послано нам им. Именно так считает наша церковь. Да, это очень важное послание. Итак, в Библии есть так называемые пророческие слова. Это абсолютно точные пророчества, записанные Ветхим Заветом. Так называемые новозаветные пророчества существенно отличаются от них, а отличаются они тем, что послания, передаваемые пророками Нового Завета, тоже исходят от Бога. Но в словесную оболочку эти пророчества облекают уже люди. Бог передает свои послания в сердца людей и позволяет людям самим подбирать слова, чтобы передавать эти послания дальше. А это означает, что вы получаете истинное послание, но можете его неправильно передать. Вот почему Писание учит нас тому, что пророческая речь Нового Завета не точна и что ее следует обязательно проверять на соответствие сказанному в Писании. Точно только то, что сказано в Библии. Все остальное точно лишь частично и подчиняется ее совершенству. И именно это мы и видим сейчас в пророчестве Агавы. Он занимался пророческим служением. Он пришел из Антиохийской церкви и, как я уже сказал, там он делал очень точное пророчество. У него был дар пророческой речи, но не ветхозаветный, а новозаветный дар. А это означало, что его слова нужно было тщательно проверять. То же самое относится и к нам, дорогие. Точно только то, что сказано в Библии. Все остальное, как, например, слова мудрости, слова знания, пророчества, песни, молитвы, предсказания, пророчества, точно лишь частично и подчиняются лишь только одному священному писанию. Павел понял и это, когда слушал послание Агава. Ведь у Павла был и дар развлечения духов, послание, которое он слышал в других городах, и послание, которое ему передали в Тире и Кесарии, были истинным. В них говорилось, что в Иерусалиме его возьмут под стражу, и он будет страдать. Но выводы, которые делали люди, были ложными, а средства, которыми эти послания доносились, были неправильно подобраны, ибо они считали, что это пророчество также подразумевает и то, что Павел по этой причине не должен идти в Иерусалим. Павел, Дух говорит нам, что тебя ждут узы и скорби, тебе не надо идти в Иерусалим. Да, такие выводы свойственны людям. Они считали, что это пророчество также подразумевает и то, что Павел не должен идти в Иерусалим. И вот, что сказано далее в книге «Деяния». Когда же мы услышали это, то есть пророчество, то и мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Эти слова так огорчили Павла, что он воскликнул, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце моё. «Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Павел тоже был пророком, но пророком по канонам Ветхого Завета. И мы знаем, что он, будучи апостолом, пророчествовал так, как это делали пророческие отцы. То, что он написал, то, что он сказал, и то, что сегодня мы можем прочесть в Писании, было истинно Божьим Словом, а то, что сказал Агав, таковым, к сожалению, не было. И Павел почувствовал, тут что-то не так. Вернее, он понял, что касательно того, что с ним произойдет, послание было истинным, но тот совет, что ему давали, не был истинным. поэтому он и прислушался к духу, который говорил через него. Таким образом, Павел получил свое личное послание, в котором его убеждали без всяких колебаний отправиться в Иерусалим, несмотря на те страдания, о которых ему сообщали. Ибо сам он чувствовал, что его путь должен быть таким же, каким был путь его учителя, как и Иисусу. Ему удалось на своем пути избежать множества покушаний. Но давайте не забывать о том, что однажды Иисус сказал своим ученикам, «Вот, мы восходим в Иерусалим, и сына человеческого предадут язычникам и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его». Вы помните, как отреагировали ученики на слова Иисуса о страданиях, которые ожидали его там же, кстати, в Иерусалиме. В Евангелии от Луки сказано следующее, «Но они ничего из этого не поняли, слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанных». То же самое произошло и в Кесарии. Петр попытался отговорить своего учителя идти в Иерусалим. Он уговаривал его, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет с тобою того, о чем ты нам сейчас рассказал». Но Иисус дал на его слова решительный ответ. Вы прекрасно знаете, что он сказал, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И в предсказании Агава тоже было это человеческое, поэтому это предсказание. Нужно было сверить с тем, что сказано в Библии. Апостол Павел писал, что пророческие речи нужно сверять с тем, что сказано в Священном Писании. Мы не должны полагаться на наши чувства, когда дело касается пророчества. Мы должны ориентироваться не на то, обещают ли нам пророчества, защищенность и приятную жизнь, а сверять их с волей Божией. Как пришлось страдать Иисусу, так пришлось страдать и Павлу. И поэтому нам тоже придется страдать и переживать многие невзгоды по пути в Царство Божие. Следование за Иисусом не означает того, что Он убережет нас от всех трудностей. Следование за Иисусом означает то, что мы идем вместе с Ним в Иерусалим и готовы перенести там вместе с Ним все страдания. Друзья Павла из благих побуждений хотели оградить его от тягостей, что ожидали его. Но Павел сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце моем. И как же отреагировали собравшиеся в доме Филиппа в Кесарии на слова, сказанные Павлом, когда же мы не могли уговорить его, сказанно в деяниях, то успокоились, сказав, да будет воля Господня. Аминь. Какая прекрасная реакция. Не правда ли? Да будет воля Господня. И так же, дорогие прихожане, должно быть и у нас. Мы должны ориентироваться не на путь лишений и страданий, а на волю Божию. Желаете ли вы покориться Божьей воле? Ибо тогда Господь продолжит свой благой путь с вами, даже если этот путь будет трудным и приведет вас, как когда-то уже привел Павла, к своей чудесной цели. Мы не можем обещать друг другу, что наш путь будет лишен страданий. Мы не можем обещать друг другу, что конец нашей жизни не будет тяжелым. Но одно мы можем друг другу пообещать, а именно, что у Бога для нас есть только благие намерения. Во имя Иисуса добудет воля его в нашей жизни. А теперь давайте дружно скажем на это аминь, если вы с этим согласны. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. До свидания. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. Субтитры Продолжение следует...